Рашисты в смятении Путин психует и требует содрать шкуры с генералов, виновных в провале на курском направлении. Запад внимательно следит за продвижением ВСУ и одобрительно кивает. СМИ сообщают, что президент США Байден открыт для передачи Украине крылатых ракет большой дальности, которые можно запускать с предоставленных Киеву F-16. Пентагон уже прорабатывает технические детали этого вопроса. Несколькими днями ранее американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, посетившие Киев, восхитились наступлением под Курском и предложили Украине увеличить боевой авиапарк за счет пилотов-ветеранов, имеющих летные сертификаты. Это означает, что принципиальное решение принято и с режимом Путина больше цацкаться не будут. Вероятно, довольно скоро летная ветеранская элита вступит в бой и поможет ВСУ надрать задницу русским тараканам, которые продолжают ползти в разных направлениях. В ночь на пятницу было громко в Керчи, но этого мало. Похоже, следующим нокаутирующим ударом для Кремля станет удар по Крыму. С этим может быть связано сообщение, почему США не разрешают бить Атакмс по Курской области. США придерживаются такой позиции не из-за риска эскалации, а потому что имеют ограниченное количество ракет большой дальности Атакмс. По мнению Вашингтона, предоставленные ракеты целесообразнее использовать для дальнейшего нанесения ударов именно по оккупированному Крыму. Полуостров у Путина пора отнимать, лишая его главного геополитического завоевания. Карты, которые пытался разыграть пляшивый стратег, стремительно теряют козырную масть. Иран все никак не нападет на Израиль, а Трамп не придет в себя после байденовской рокировочки с Камалой Харрис. Во время неудачного двухчасового интервью Маску Трамп опять рассказывал о том, как хочет поладить с Путиным. И это резко контрастировало с намерением Байдена убрать за собой пляшивое недоразумение, которое раззиговалось, возомнив себя хозяином европейской подворотни. Британские министры уже проводят консультации по вопросу использования ВСУ крылатых ракет Storm Shadow для нанесения ими ударов по территории России. Мутация Курской области в Народную республику показала союзникам не только слабость пещерной армии, которая бежит и сдается, но и размыла сеть красных линий, тщательно прорисованных Кремлем. Путину остается только перемигиваться с жировиком Кимом, обещая углубление отношений между засранцами. Олимпиада в Париже закончилась, большую свинью французам подложить не удалось. На военной базе в Германии воду отравить тоже не получилось. Зато неплохо отброшена тень на Зеленского с залужным, которые вроде бы косвенно оказались причастны к подрыву газопроводов Северный поток. Но это не точно, это еще надо доказать. В США провели обыск у пропагандиста Первого канала Дмитрия Саймса, заподозрив его в чересчур тесных связях с Москвой. Настолько тесных, что похожи на измену за хорошие деньги. Теперь столь откровенная политическая проституция чревата для Саймса тюремным сроком. Правда, тот предупредительно уехал из страны и заявил, что не знает, что конкретно искали в его особняке. «Я не видел ордера, со мной не связывались ни правоохранительные органы, ни кто-либо еще», сообщил Саймс. А вот Патрушев, старший, назначенный председателем морской коллегии, заныл о попытках Запада лишить Россию выхода в Балтийское море, которое и так уже называют «озером НАТО». О том, что НАТО хочет использовать Балтийское море в случае войны с Россией, в мае 24-го говорил бывший главнокомандующий вооруженными силами Альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис. И вот пацанва заверещала, что ее зажали и прищемили. Правда, глубинным организмам не до балтийских проблем. Их пайка на зоне вот-вот подорожает. Производители пообещали ритейлерам поднять закупочные цены на продукты до 40%. Это произойдет уже в августе-сентябре. Пропагандисты вещают. Не паниковать, все идет по плану. 19 августа пещера вступит в 33-летний возраст Христа. Так что колбасить будет вплоть до самой Голгофы. Возможны как черные лебеди у кооператива «Озеро», так и нечаянные референдумы в Курской и Белгородской областях. Может засохнуть и отвалиться Крым. Устали от политической эскалации? Сосредоточьтесь на личной жизни. Настучите на соседа. И готовьтесь к наихудшему варианту. Пещерушку распнут, и воскрешение никто не обещает. Сосредоточьтесь на соседа.